Добрый вечер дорогие друзья, с вами Арсений, Сеня Треноженко и Алексей Ухмалецкий. Начинаем мы сегодня наблюдать за противостоянием... Так, откуда это у меня музыка-то идёт? Боже, у меня две музыки друг на друга накладывалось, а вы ничего в чате-то не писали по этому поводу. Итак, Алексей Малецкий, Сеня Треноженко, Тима Энвес Флипсайд, Лёха, здорово! Здравствуйте, дорогие мои зрители, здравствуй, Арсений, Сенечка Треноженко, я уже даже соскучился за тобой, я два дня кометил с Димой, а теперь появился в мою жизнь, вернулся опять ты. Я, конечно же, чрезмерно этому рад, я очень рад, что всей вы есть, я надеюсь, что ещё народ потянется, вас будет больше и, во-первых, конечно же, всем добра. А во-вторых, у нас пистолеточка Энвес против Флипсайд Тактикс, есть за кого поболеть, я думаю, что сегодня будет интересно. Энвес немножко просели сейчас по раскладам, вы сами всё видели, например, вчера. Ну а Флипсайд, команда, за которой, в общем-то, в тактическом плане всегда интересно смотреть. Ворлд Эдит попадает в голову, моментально Хэппи, откидывает у нас Смок на Хэлпу, старается под этот гранат пройти через коннектор ребят из команды Флипсайд, заходят на Плэнта, тем временем Ворлд Эдит продолжает проходить через Зик, ну и вроде как Аплэнт зажимает со всех сторон Флипсайдовцы. НБК старается реализовать свой П-2000, тем временем Блэйд устанавливает бомбу на точке А от сигареты, ну и всё шикарно для Флиппов. Дело в том, что они поставили бомбу, они на коне, однако Кенни забирает Роллд Эдита. НБК грамотно оценивает Егора Маркелова на коннекторе, и теперь уж не так всё шикарно. Но всё равно бомба хорошая для ямы, бомба хорошая для ковров, нужно просто грамотно и чётко реализовать свои позиции. Бондик старается, и получается. НБК минус, Кеннис погибает, остаётся Апекс вместе с Хэппи. Апекс тоже умирает, и команда Флипсайд берёт пистолетный раунд на Мираже. Очень чётко сейчас закрепились Флипсайд по позициям, когда, ты наверняка обратил внимание, когда стояла бомба, они были 3 в 4, но при этом все три игрока идеально были расположены. И Энвес абсолютно как-то без шансов пытались выбить плент, но мы видели, что очень чётко отыграли игроки команды Флипсайд. И заслуженно забирают пистолеточку, и мы видим, естественно, сразу же инста-форс-бай от команды Тим Энвес. И парни делают засаду на пленте. Вдвоём при этом Флипсайды контролят точку Б, вдвоём на центре, и один аккуратно контролят террорский респаун. Решили парни сыграть очень аккуратно, ну и, в принципе, от аккуратности можно сыграть как на руку, так и нет. Важно то, куда пойдут Флипсайды. А Флипсайды решили теперь уж быстро атаковать точку Б, и моментально НБК ловит Егора Маркелова. Выход на Б продолжается, НБК старается отселить зигзаг, чекает вверх. Нет, не попадает по Бондику, всё-таки попал, разочек попал, Бондик дел минус, выжил сам, НБК погиб. Бомба устанавливается, Энвес не стали сэвить в этой ситуации. Они идут до конца, Кенни старается реализовать свой пистолет, и у него это получается. Непонятно почему, Блэйд совершенно не развернулся, думал, что позицию прикрывают. Бондик делает килл, Ворлдит делает минус, но Дэйвил моментально отвечает и делает две головы. Дэйвил! 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 Дэйвил, браво! Найс, отличная работа. Прости, пожалуйста, что я тебя перебил. Но тут, конечно, Флипсайды сами затупили. Во-первых, как ты чётко сказал насчёт Блэйда, который стоял в убойной позиции, но он при этом крутился в две стороны и стрелял почему-то в зиг, вместо того, чтобы пропушить те же самые апартаменты. Ну и в конечном итоге Дэйвил. Вы видели сами всё, три хэдшота. Я думаю, что этот парень... Вот Counter-Strike такая игра на самом деле, ребята, что сегодня вы можете сидеть на дне, а завтра вы выйдете, сделаете вот таких три хэдшота, и будете, опять же, на величине и на вершине просто Олимпа Counter-Strike. Да уж, и снова Тим Энвес, как всегда, Кио выгнали из команды, но не отказываются от эко-баев. Ну, на карте Мираж можно понять. Тут-то, в принципе, абсолютно все коллективы в мире, если проигрывают пистолеты, стараются зарешать. Ну и Флипсайды взяли ответочку. Купили, правда, просто пистолеты без арморов, но снова Блэйд на высоте. Делает свой минус, отцеливает человека в окне, тем временем у нас Миддл решил поджать Хэппи. Бондик забрал Апекса, реализовал свой Дезерт Игл на Яме, но Хэппи-то все слышит. Отцеливает моментально Егора Маркелова и дает инфу своим оставшимся тиммейтам. Теперь уж НБК вместе с Дэвилом постарается принять Аплэн. НБК спреет на хэлпу, забирает шару, тем временем Блэйд врывается на голову и отцеливает своего оппонента. Но все же WorldEdit и Бондик остаются вдвоем против двух стопроцентных игроков команды Энвес. И у Дэвила и у Хэппи огромное количество хэлспоинтов и здесь уж взять раунд будет тяжело. Вся, наверное, надежда на Бондика, потому что именно этот парень должен хэдшотить ровно в каске. Выход от WorldEdit моментально, Дэвил перекрывает эту позицию, ну и Бондика остается один против двоих. Ну и мы видим, конечно же, на самом деле были довольно-таки, ну как, попытка была, присутствовала, естественно, от FlipSide в том, чтобы взять Экран, но, опять же, это очень сложно. Тут Энвес перехватили инициативу, они воспользовались шансом, реализовали его и сейчас же, о, Бондика, отличная работа, минус Хэппи, ситуация 1-1. На самом деле, если попадет один раз в голову, то... Он, смотри, попал только что прострелом, непонятно, через текстуру одну, вторую, на 5 хп, хэдшот при этом прилетел Дэвилу. Реально, был звук каски только что. И при этом бросил Хэппи, попал в Бондика, Бондику оставил 19 хп, и ты видел, как он навскидку с Калашаеву убил в голову? Ну, то есть, человек, несмотря на то, что 19 хп, да, он все равно убивает в голову. Это говорит о том, что эйм у него очень серьезный, и, опять же, команда Энвес наверняка брала Дэвила в расчете на то, что... Ну, за счет чего он может проявить себя молодой игрок, прежде всего, естественно, за счет своей реакции и невероятной стрельбы. Ну и, все-таки у нас... Все-таки у нас минус моментальный на центре, Кенни забрал Урлдита, тем временем Апекс тоже, кстати, набил Урлдита, видимо, хэшка прилетела четко. И флипсайды в меньшинстве, Блэйд старается реализовать свой калаш на центре, знатный спрей, но выживает у нас человек в окне, меняет свое месторасположение, уходит на КТ-спаун, и флипсайдам теперь придется поработать в меньшинстве на большинство, и три человека у нас охраняют Аплэнд, соответственно, зажать именно точку А будет не так уж и легко. Я просто немножко отвлекся насчет того, что говорят, что у меня вроде очень тихо слышно, я не знаю, но я думаю, что на самом деле, я сделал чуть громче, но думаю, что все будет хорошо. Хэппи делает еще один минус, минус Маркелов и флипсайды умирают до захода. Это очень плохо, когда ты пытаешься построить свою игру в атаке, умирая твои тиммейты, конечно же, не дают тебе развернуться. Тем не менее, Шара находит игрока и инвест на точке А, пытается дальше выходить, при этом Бондик у нас сейчас плиту из ковров, неудачно выходит на Дэвила, Дэвил делает минус Бондик, но Шара все-таки отвечает Дэвилу. Тут Кеннис работает на хелпе с АВП, два игрока, а флипсайд будут пытаться все-таки переиграть своих французских оппонентов. НБК делает минус, еще один минус от НБК, минус, естественно, Шара и Блейд, и у флипсайд Агикс этот раунд не выходит. Сейчас мы видим, что по экономике будет еще один эко-раунд, ну и инвест укрепляется, как мы видим, по девайсам, и, естественно, опять же, по экономике. Но флипсайды, в принципе, сами виноваты, что они отдали эко-раунд, сыграли довольно-таки примитивно, закрыли себя тогда на планете Б, ну и Дэвил. Дэвил, отличный три хиршота с 5-7, обязательно, я думаю, что где-то какой-нибудь хайлайт вы найдете интересный к просмотру. Я на самом деле тебя не перевел, но ты все испортил своим микрофоном. Просто отодвинемо подальше, все было нормально, мне кажется, очень близко он у тебя стоит. Все было хорошо. На самом деле писали, там задержка у нас стоит же большая, как бы потом ничего уже никто не писал. Теперь надо просто отодвинуть его. Кеннис делает минус, WorldEdit умирает, Бондик вместе с Шарой остаются вдвоем против четверых, бомба у нас на центре. Кеннис старается реализовать свой авик, будучи на холпе, промахивается по коврам, но все-таки умирает Шара где-то на яме. Ну и по итогу Бондик остается 1-4. Поговори пока, поднастроим его немножко. Кому говорят, говори, говорю. Вот еще раз. Говорю, кому говорят, говори. Вот так, вот так вот держи. Бондик, Бондик. На самом деле мне кажется, что какая-то редиска просто поюзала у меня настройки микрофона и сбила меня. Но это не важно, это не важно. Сейчас идеальность. Да, то, что сейчас идеально. Это все не имеет значения. Имеет значение то, что у нас сейчас остается пока один игрок, это Бондик против четверых. Естественно, шансов взять тут раунд немного. Единственное, что он может подобрать бомбу. В целом, уже сейчас можно говорить. Бондик, отлично. Все-таки находит он Кеннис. Непонятно, почему не смотрелся здесь коннектор. Какой-то провал от Энвесов находясь. А у Бондика уже второй раз получилось так обойти полностью своих соперников. Тогда с Деглад была похожая ситуация. Он через весь центр. То есть человек не проявляет свою лень, скажем так. И просто бежит через всю карту, будучи на коврах. И в итоге находит оппонента. Он здесь прав на 100%. 4-1. 4-1, но прошлый раунд был эко. Сейчас у нас есть бай. АК 47-е у Flipside Tactics. АВП нету. Есть два человека на коврах с бомбой. Один на спуске. Два сейчас пытаются контрить мидл. И довольно-таки быстро это делают. Судя по всему, сейчас будет уже выход на мидл. Но тут проблема в том, что для Flipside... Проблема в том, что Энвес-то укрепили мидл. И Девил уже сделал минус на точке А. Бондик ответил. Кеннис играет на хелпе. Делает минус Бондик. Отличная работа. В это время Хэппи с окна убивает Маркела. Flipside находится в меньшинстве. И Хэппи делает минус шара, который пытался через окно запрыгнуть на голову своему оппоненту. В конечном итоге у нас остается один игрок Flipside. Это WorldEdit. У него вроде позиция неплохая. Тут вопрос, читает ли его Энвес. Судя по всему, что Энвес не подозревает о его нахождении. WorldEdit заходит в спину к Кеннису. Забирает снайпера команды Энвес. Но теперь-то выдал свое место расположения. Снайпер команды Flipside. И взять такой раунд будет довольно тяжело. Но это АВП в руках WorldEdit. И в принципе, может быть, он сейчас молниеносно попадет. С их оппонентом. Нет, оппоненты промахиваются. А WorldEdit все-таки сделал свой минус. Но Энвекей отвечает. И старается сейчас подобрать винтовку. Но раунд заканчивается. Довольно-таки быстро. И это 5-1. Пока что у флипсайдов не особо клеится игра на карте. Мираж. При этом Хэппи, ты видел, как он умер. Он сел, зажал, скилл показал. Он сколько, по-моему, там рожок выпустил, наверное, своего оппонента. И все-таки Гоша убил Хэппи. Наказал Шопенгауэра. Напомню, что у Хэппи фамилия Шопенгауэра. Довольно-таки интересная фамилия. Если вам интересно, кто такой есть, был великий такой философ. А, кстати, он... Интересный факт был. Факт раньше на Хэлтеворге был подписан как как-то Червани у него фамилия была. Винсент, да, Червани. А потом Шопенгауэром стал. В скобках. Но он в Твиттере как Шопенгауэр, не знаю. Может быть, у него... Раздвоение личности. Нет, нет, нет. Знаешь, как там по папиной линии бабушка была дедушкой Шопенгауэра, например, старшего. Апекс. Врывается у нас под флешку на яму. Ну и вроде как этот мув многие знают от Апекса на карте Мираж. Но Шаров почему-то не ожидал подобных действий. Моментально погибает. В этот момент Кеннис старается отстрить ковры. Несколько раз промахнулся так же. Однако слышит коннектор правого муха. Откидывает флешку второй кнопкой. Наверное, под него ворвется. Ослепил оппонента. Заметил соперника. И делает минус. Блэйд погибает. Ролдидит погибает. Ну и Апекс добивает Бондика. 6-1. И Анвеса берут еще один раунд. Ну и команде Флипсайд. Что мы... Не, мы не Флипсайдом советовали. Мы и Фрагом советовали ускориться, по-моему. Котовица. А Флипсайдом, в принципе, наверное, тоже такой совет подойдет. Слишком они пассивно как-то играют. Наверное, больше стреляться нужно. Ты же наверняка как специалист по Блэйду. Ты даже вроде играл с ним в одной команде. Ты же знаешь, что Андрюха любит играть очень медленно. Очень все так взвешено. Очень тяжко. Я вот как, будучи соперником команды iGaming, как Капитан Эксплозив в 1.6 версии, всегда меня это раздражало. Я не мог просто играть против команды iGaming, потому что у нее был слишком вязкий стиль игры. И вот наш с тобой братюня Кристалл Мэй называет такие вот тактики Flipside Tactics. То есть совсем медленные. Но у нас Экараунд. Флипсайды подходят сейчас на Б. Они тут их откидали очень хорошо флешкой. Но, в принципе, у Тима Энвиа сыграет один в упоре на планете, один играет в Зиге. Если флипсайды сделать сейчас минус на планете, то вполне возможно, удастся установить бомбу. Вот пошел первый контакт. Занимается план довольно-таки легко. При этом отдал НБК план. Он как-то очень плохо сыграл НБК. На самом деле, по позиции он умирается. Сейчас устанавливается бомба. И флипсайды готовятся к тому, чтобы удерживать плент. Шара, отличная работа. Делает минус апекс. Кеннис отвечает за ВП. И в этот момент WorldEdit прячется неплохо на Зиге. Врывается. Но тут из Зига выходит еще один игрок. Защита. И в итоге у команды Энвиа все равно получается взять тот раунд. Ну, что ж, катается в позиции НБК. Действительно, на заднем планете он играл не очень классно. Скажем так, он даже не то чтобы на заднем стоял. Он стоял между окошком и задним плентом. Так как очень открыто его было видно со всех сторон вообще. И, соответственно, команда флипсайд его задавила. Ну, некоторые игроки, знаешь, играют просто за стеночкой. И так вовремя выходят. Он же сыграл. Сейфово. Да, он открылся полностью. И когда вот ты стоишь полностью вот так вот открыт, то у тебя пистолеты очень легко со всех сторон, я называю это, запукают просто-напросто. Есть у нас АВП WorldEdit. Это был предыдущий эко-раунд у флипсайд Тактикс. Конечно же, мы видим, что по счету все плохо. Но флипсайды, в принципе, могут сейчас подстроиться и все-таки подобрать правильные скорости, правильные тактики и начать камбэчить. Ну, как минимум, хотелось бы, конечно же, увидеть интригу. Апекс на яме. Смог пока что лежит у нас. Маркелла чекает подходы к точке Б. И Марика прошивает, но он неплохо ответил. Набил тоже игроков команды Энви. А с тем временем Хэппи находит шару на Зиге. Прилетает коктейль Млотова. WorldEdit забирает Хэппи. И ситуация 4 в 4. Апекс чекает верхние этажи. И тем временем WorldEdit начинает нашивать нас окно. Ну и парни аккуратно и медленно выходят на центр. Тем временем в яме находится по-прежнему Бондик. Ну и вроде как на Аплент пойдут парни с командой Флиппсайт. Минута времени. Вроде как времени хватает. Но с другой стороны, команде Флиппсайт в целом, наверное, стоит играть поактивнее. Но с другой стороны, если выйдут сейчас на Аплент, то застанут там одного лишь Апекса. И в принципе должны догадываться, что этот парень любитель сидеть перед ямой. Ну и смотрим. Сейчас все самое интересное должно начаться. Но оно никак не начинается. Флиппсайды ждут до последнего. Уже Тим Эндвест, по-моему, начали смещаться в обратную сторону. В какой-то момент был упор на пленте, но Тим Эндвест видит, что ну совсем тихо, никто никуда не двигается. И ты знаешь, судя по тому, где находятся бомбы, бомба еще и может на Б пойти, теоретически. Но уже все. Нет, 20 секунд до конца раунда. Блэйд заходит через коннектор. Бондик делает минус Апекс. Все-таки не выдержала нервная душа молодого поэта. Или я даже не знаю, как это назвать. Дэвил сразу же с Кеннисом делает отличный выпад под флешечку. Заходит на плент. Дэвил делает минус. Бонтик отвечает хэдшотом. И тут же Дэвил делает еще один минус. Но Блэйд делает минус Дэвил. И ситуация 2 в 1. И флипсайды все-таки вот этой вот огромной паузой добились своего. В конечном итоге ошиблись игроки команды Энвиа. Ситуация 2 в 1. Энби Кейт, личная работа, делает минус Маркелов. Но Блэйд, я думаю, возьмет. Тут он... Нет, что за ошибочка? Эй, эй, эй. Такая инициатива. 100 хп позиций и взять вот так вот просесть по хп. Ну, 4% против 32. Бомба хорошая для террориста, потому что можно нашивать сигарету. Но Энби Кейт выходит и тащит раунд. Блэйд слишком сильно открылся. В итоге как же жестко сыграл игрок французской команды. Счет становится 8-1. И только что был огромный и отличный шанс для игроков команды флипсайд затащить раунд. Но они снова не справились. По статистике у нас очень плохо идет Егор Маркелов пока что. 1-1-9. Некогда легендарный снайпер команды Нави пока что не может себя показать против команды Энвиас. У команды Энвиас уже просел Апекс больше всех 3 на 8. Но его команда лидирует. Это 8-1. Ну и к огромному сожалению все-таки Андрюша Блэйд отдал этот раунд 1 в 1. Ну опять же позиция, время, не знаю 100 хп против... Ну и... Ну нет слов. И Тим Энвиас демонстрирует, что все-таки скилл не пропьешь. И это очень важная составляющая в КСе. Маркелов точно так же тот парень, который не пропил скилл показывает. Отличную работу! 2 хендшота от Маркелов. В это время Апекс делает минус Блэйд и открыта точка. А нужно очень быстро сейчас с Флипсайдом заходить на эту позицию. Волдиди делает минус Хэппи и НБК вынужден играть в ситуации 1 на 4. НБК чекает окно. Но теперь уж такой раунд точно команда Флипсайд явно не отдаст. Ну и задача НБК просто сделать какие-то киллы. Только что НБК допустил небольшой индивидуальный фейл. Он топнул, но Волдид по-моему его абсолютно не слышал. Совсем прицелом туда не повел. Оп, НБК завентил своего соперника и может быть сейчас убьет. Но вот если даже одного забрал бы, было бы неплохо для команды Энвиас. Но не справляется. Егор Маркелов, только заговорили мы о еще одном старом коне. Так он заиграл. И это 4 на 9 за один фраг, 3 минуса. Отличная работа. И у команды Энвиас не все сладко по деньгам. Но по-моему должно хватить. Нет, не рискуют. 2 человека имели полноценный бай, 3 человека без бая. И команда Энвиас покупает всего лишь 2 вторых армора. И в целом делает эко-раунд. Нет, даже не типичный для себя. Учитывая то, сколько у них денег еще остается. Обычно они закупаются по самые помидоры. Сейчас флипсайды рискуют напороться на засаду, которая на точке А. И мы видим же Дэвил делает минус Блейд. Проблемки. Проблемки серьезные. Сегодня у Дэвила получается играть неплохо. Забирает также шару. Залазит дальше на ковры. Тем временем Бонник старается заимить. Попадает Дэвил в спину. Чекает сэндвич. Там находится Кеннис. Тот погибает. Ну и Хэппи остается один пока что на пленте. Хотя к нему на помощь спешит уже НБК. Бомбу Бонник подбирает. Но вот проверят ли Хэппи под коврами? Поймут ли игроки команды флипсайд, что там затаился еще один как минимум игрок защиты? Должны проверить. Но НБК здесь очень грамотно шумит. В итоге Хэппи никто не проверяет. Он делает один минус. Он выходит в спину. Делает еще один килл. Остается один на один против Егора Маркелова. И старина Егор тоже тащит этот раунд. Еще одни три минуса. Включается у нас Егор под конец первой половины. И это 8-3. Остается не так уж и много. Четыре раунда. Но и все-таки создали себе проблемы. Флипсайды фактически на ровном месте. Очень, не то что очень. Практически никогда я не понимаю, когда команда играет за атаку закрыто и не играет растянут. Ну то есть не пытается чекать больше позиций. Они идут банально просто на точку А. А там вот позиционно очень хорошо сидят Энвис и на ровном месте создают проблемы своим оппонентам. В конечном итоге все-таки флипсайды забирают раунд. Но по экономике, по девайсам они очень сильно потеряли. Конечно же на этих эко-раундах. И в целом, наверное, на девайсах. Но все-таки взяли флипсайды два раунда уже подряд. Играют сейчас опять медленно. Будут пытаться контрить мидл. Там, по-моему, даже есть вот какая-то засада от Энвис под флешечку. Нет, выпада не было. Всего лишь навсего. Хэппи отдает окно и WorldEdit делает минус кеннис. Отличная работа. Снайпер команды флипсайд включается и перестреливает целого кенниса. Это уже успех. В итоге 4 в 5. Дэвил, который себя показывает пока что очень круто в этой игре. Находится на хелпе. Ловит флешку. Врывается на коннектор. Оцеливает блейда. Тем временем Бондик старается реализовать тайминг. И за счет информации сделал свой килл с ковров. Отличная работа. 3 в 3. WorldEdit на зиге с АВПшечкой. Ловит хэппи. Ну и по-моему можно смело атаковать один из плентов. Какой же плент выберут парни из команды флипсайд? Они пойдут, ну мне кажется на точку Б. Потому что WorldEdit на зиге и один под Б. Но на Б пленте играет пока что НБК. Но в этот момент WorldEdit ловит Апекса на А пленте. И теперь смело можно перегруппироваться и уйти на точку А. НБК с Мкой. Прилетает граната. Про НБК пока что никто не знает. Он переселивает Маркелова. Хороший спрей. Идет дальше. Лежит смок на коннекторе. Бомба тем временем устанавливается за сигаретой. НБК старается нашивать смочок. Ну и тут можно в принципе уходить на сейф. И как бы все плохо не начиналось для команды флипсайд, они берут четвертый раунд, дорогие зрители. Ну а с четвертым раундом скорее всего возьмут и пятый. Потому что денег у команды НБК снова не будет. И на карте Мираж это более-менее приемлемый результат. При этом согласись, что действительно приятно смотреть за флипсайдами. Несмотря на довольно-таки... Ну уже счет немножко сократился. Сейчас все выглядит очень даже неплохо. 8-4. Я к тому, что вот тактическая составляющая построена. Вот что можно для себя отметить, да, анализируя игру флипсайдов? Это то, что, да, не хватает скорости. Иногда нужно сыграть агрессивнее, иногда пассивнее. Это понятно. Но вот в целом мы можем... Но по построению атаки, по расположению, вот знаешь, задумка. В конечном итоге координация. Ну, в общем-то, приятно наблюдать за командой. И это есть хорошо. Флипсайды сделали уже два минуса. У Тим Энвес у нас сейчас эко-раунд. Мы видим, что с ЦЗшками, с деглами разыгрывают парни. Там у кого-то, по-моему, был также 5-7. И в конечном итоге флипсайды не торопятся. Бомба у них в медле. Играют люди на спуске. Также... Ну, опять же, все хорошо. В принципе, флипсайды главное, что для себя делают. Они не торопятся. В общем-то, играют агрессивно французы. Мы видели, как они поджали со всех сторон. И два человека умерли на ровном месте. Абсолютно непонятно, зачем. И флипсайды не торопятся. Опять же, заходят на планета, устанавливают бомбу. И должны, по идее, забирать этот раунд. Да, это без шансов. Акаж теперь для команды Энвес. Неплохо сумели флипсайды переломить ход событий. На карте Мираж в самом начале. Остается два раунда. С деньгами все хорошо у французов. Нет, правда, снайпера. И в этом плане WorldEdit может воспользоваться ситуацией. И грамотно перестрелять соперников. Но, опять же, нужно четко уметь выбирать позиции. Но у WorldEdit опыт уже, в принципе, хороший. Это один из лучших СНГ снайперов. И, конечно же, если команда флипсайд собирается выигрывать хорошие, большие турниры, то нужно как раз-таки показывать скилл. Но флешка прилетает на центр. Апекс решил поджать мидл и перестреливает двоих. Минус WorldEdit, минус шара. И теперь команда Энвес в преимуществе. Ситуация опять в три. Ну и неплохо. В общем-то, для Энвес они действуют. Сделали два безответных минуса. Парни рати... Не очень люблю это слово, но ротация, да, ратируется. Это говорит у нас Дима. Происходит перемещение по точкам. Отдали мидл, укрепили А, укрепили Б. Сейчас опять чекает мидл Кенни. Он играет тут, кстати, с Эммочкой. Давно мы не видели у него АВП. На самом деле, все-таки, даже в тех раундах, которых флипсайды проигрывали, они все равно какие-то делали минуса и создавали небольшие проблемы своим оппонентам. И в конечном итоге мы видим, что у Кенниса АВП нет. И по деньгам, кстати, опять же, Энвес могут выиграть раунд, но они если потеряют один-два девайса, все будет довольно-таки проблематично. В это время флипсайд занимает в строем мидл. Не торопятся. Парни, 40 секунд, пора уже куда-то перестраиваться, куда-то переходить. Тут такое ощущение, что вообще сейвить собирается или какой-то мискоммуникейшн. Бондик занимает Зиг, он будет открывать позицию точки Б. Тут пока все для него хорошо, в Зиге никого нету, но есть человек в окне. Бондик спалил это дело. Не совсем понятно вообще, что делают флипсайды сейчас. Блейд находит в итоге Кенниса, пытается зайти на точку Б. Здесь два человека у французов. Блейд через Зиг заходит. Ну и сейчас можно делать раунд. НБК погибает на Форесте, но на подсадке Хэппи никто здесь не ожидает. Слишком много игроков было именно на этой точке, но все равно ситуация 2 на 2. Однако Дэвил спреет из библиотеки, перестреливает Бондика. Остается Егор Маркелов. Один против двоих. И все-таки вовремя в спину заходят Апекс и Зига. Апекс дальше понес за снайперской винтовкой. Но, естественно, Дэвилу достается бомба. Это девятый раунд для команды Энвес. Сейчас Дэвил пытается сам что-то найти, видимо, дефуза и так далее. Показывает нам всем свой нож. И 9-5. Ну и классно, на самом деле. Флипсайды, находясь 5 в 3, было вообще непонятно, что парни делают. Халдят в мидле, отходят на рест, потом опять идут в мидл. И тут раз-раз минус. И ситуация перевернулась 3 в 3. Они заходят на бой, устанавливают бомбу. В общем-то, молодцы. Флипсайды боролись до конца. Этот раунд все-таки отыграли по максимуму. И мой дорогой друг Арсений, нажми, пожалуйста, ТАП, продемонстрируй, кто находится на первом месте у команды Энвес. Ну и опять же, можно подчеркнуть, что Counter-Strike командная игра. У кого-то бывают худшие, не у кого-то лучшие. И не просто так явно Энвес брали этого молодого игрока. Счет 9-5. Последний раунд. У Гоши есть АВП. 4 АК. Кстати, у Кенниса также появилась палка. Ну и постарается сейчас, что одни, что вторые, зарешать в финальном последнем раунде в первой стороне. Получится ли у Энвес или все-таки флипсайды возьмут оптимальный для себя счет в первой стороне. Но опять же, при условии взятых пистолетов. Следующий. Кеннис чекает центр и промахивается на ровном месте. Браво, WorldEdit, по-моему, в личных дуэлях против французского снайпера. Он сегодня на коне. Но Кеннис подобрал снайперскую винтовку. И все равно постарается зарешать с ней. Перемещается Хэппи у нас на коннектор. Возможно, удастся отстрелить сейчас шару. Чекает верхний этаж. Ой, как же быстро Хэппи перевелся вниз. Но все-таки шару он не достал. Прилетает смок на окно. В этот смок флипсайды не рискуют, не подсаживаются. Тем временем, Бондик чекает ковры. И тут находит Апекса. Отличный хедшот. Команда флипсайд в хорошем преимуществе. Парень находится в ситуации 5-3. Но Хэппи случайно ловит Энбекея. Вот это чудеса реакции. Хэппи наказывает своего тиммейта. В итоге убивает теперь и шару. Но все равно парни находятся вдвоем против четверых. Флипсайды поняли. Раз убили Энбекея. Скорее всего на Б-пленте никого нету. Перешли именно на этот плент. И, соответственно, скорее всего возьмут раунд. Бондик остается на яме. Спрейд по Дейвелу. Отцеливает своего соперника. Ну и Хэппи один против четверых. Ну и отличная работа от флипсайдов. На самом деле во второй половине они собрались и взяли 5 раундов из 6. И в конечном итоге мы видим, что это позволило. Ну и, кстати, напомню, что пистолетку-то тоже взяли флипсайды. То есть они взяли вот эти вот последние раунды из 6. Я назвал, что 5. Это все были девайсные. А если еще посчитать пистолетку, то счет на самом деле должен был быть тут по-хорошему быть в другую сторону. 8-7 в худшем случае для флипсайда, а в лучшем 9-6, а то и 10-5. Поэтому все очень даже неоднозначно. Посмотрим. Но всегда я отмечал, что Envious такая команда, которая играет довольно-таки агрессивно. И вот если они сейчас поймают свою волну, особенно если, не дай бог, для флипсайда они возьмут пистолетку, то флипсайдам будет крайне тяжело. Ну и в любом случае игра, в общем-то, довольно-таки интересная. Несмотря на то, что флипсайд мы в целом констатировали тот факт, что они играют медленно, все-таки наблюдать за игрой интересно, и это хорошо. Никто никого не дедосит. Дедосеры, судя по всему, сегодня не ставили или не будут ставить. Думаю, как если ты знаешь, у нас два дня с Димой просто была печаль-беда, при том в игре против НИПов. Да, там все время, там уже даже кто-то НИПов обвинил, что это их дедос-команда работает по вражеским оппонентам, потому что именно против них как раз-таки всех соперников дедосят. Вчера вот Virtus.pro могли оверпасс даже затащить, там Пашу бицепса дедосили сильно. Да, очень жаль, что на самом деле могли затащить и начали дедосить, когда счет уже был 8-1, если я не ошибаюсь, за террористов на оверпассе или Virtus.pro. Представляешь, такое кино. И все равно в конечном итоге они проиграли и уже, знаешь, мол, опять же на Reddit я вижу статью, потом у тебя в паблике был репост, что 22 матча из 30 у Virtus.pro просто поражение. То есть настолько все плохо, что... Но, тем не менее, давайте сейчас все-таки у нас уже начинается пистолеточка. Вторая половина, Flipside против Team Envius, Flipside теперь обороняется. Ну и посмотрим, что Envius будут делать в атаке. Очень важный пистолетный раунд. Естественно, если его берут команды на Flipside, тогда нас ждет, возможно, хороший топовый камбэк. Но если Envius закроют сейчас Flipside, тогда 10, 11 и 12, возможно, возьмут Envius. Маркелов играет на спадбе, рядом с ним шара. Именно сюда пойдут у нас парни с командой Envius. У них три флешки в кармане. Флешки полетят таким образом, что, в принципе, Маркелов не должен наслепнуть. Или все-таки прилетит гранатка. Тем временем, Worldid поджимает мидл. Маркелов промахивается, ждет флешку от своего тиммейта. Прилетает гранатка. Очень топовая. Марик, как жестко, спрейд, Сьюспка, минус Дэвил, минус Кеннис. Остается Хэппи и Апекс вдвоем против пятерых. И шансов, конечно же, немного у двух последних игроков команды Envius. А точнее, никаких. Хэппи воюет до конца. Старается оцеливать. Забирает шар, стреляет по Форесту и все-таки погибает от Бондика. Седьмой для Flipside. И прямая дорога к камбэку на карте Mirage. И устанавливается у нас пауза. Может быть, команда Envius ее установит? Жалко, что чат, как всегда, нету на ESL. Лиги, поэтому не можем мы знать, кто что прописал и вообще какие проблемы. Ну и Nice, я бы так, этот раунд я бы назвал Nice Read by Flipside. То есть чуваки просто прочитали полностью, все сделали для того, чтобы не выпустить Envius на B. Envius сыграли всегда, как, знаешь, типа из серии, что там Бог дал респы, побежали на B. Типа там как-то что-то разберемся. Самое-самое элементарное, что можно было сделать, они это выбрали. Ну и я рад, что они потерпели, потому что Flipside берут пистолеточку. Естественно, интрига у нас завязывается. А это говорит о том, что игра таким образом будет интересна. Ну и сразу же Force by, естественно, от Envius. Flipside все неплохо по девайсам. Такие рабочие девайсы, да, никаких дробовичков. У МПшечки, там у Блейда, у Зишечка. Все четко по девайсам. И я думаю, что Flipside также готовы к принятию вот этого вот Force by. Смотрим, как работает Flipside. Маркелов уже сделал минус. WorldEdit оцеливает нас с Хелпой Кенниса. Тем временем на голове погибает Дэвил. Остается у нас в яме NBK. Один яма, один ковры. И Force by от команды Envius скорее всего рассыпется. Хотя NBK забрал Блейда. WorldEdit старается очень грамотно по пулечке вычтить ковры. Тем временем спрейт по NBK оцеливает соперника. Ну и погибает последний игрок команды Envius. Это Хэппи. Ну и денег теперь у команды Flipside довольно много. У Envius совсем их нет. И в следующем раунде будут играть без снайперской винтовки. А вот WorldEdit за счет FarmGun скопил довольно-таки много средств. И в следующем раунде будут оцеливать соперников, будучи с АВП в кармане. И Envius потихонечку загоняют себя в очень непростое положение. Это как всегда, в общем-то, это у нас любимое состояние, непростое положение. Для Envius оно любимое. То есть они, видимо, практикуют какой-нибудь такой легкий садизм в плане экономики. И потом стараются вытащить из сложных ситуаций. Но мы видим, что сейчас у них удается как минимум установить бомбу. Заходят они на точку А, но Блейд с Бондиком, а также с WorldEdit отлично поработали. И все-таки взяли этот раунд, ну, в общем-то, все прогнозируемо. По крайней мере, вот что бы я хотел отметить наверняка, это то, что очень четко на эко-раундах соперника играет флипсайды. Они просто идеально контрят и пока без шансов для Envius. Envius пытаются навязать свою игру, у них это не выходит. Они не взяли пистолеточку, они не взяли форсбай. Ну, как навязать? Можно, наверное, тяжело говорить о том, что они могут навязать. Пока, в общем-то, у них была только пистолеточка. Но мы видим, что идет все не так, как они явно планировали. И первый девайсный раунд будем смотреть за тем, что будут делать французы, как они будут действовать. Французы пока что стоят на центре. Два человека через Underground идут. Ну, и Бондик с бортика сейчас, судя по всему, будет иметь перестрелочку с Хэппи. Дым пройдет секунд через 7-6. Он развеется, и вот здесь кто кого первый заметит. Оп, Бондик ушел! Хэппи заметил своего соперника все-таки, но было поздно. В итоге дэмэджа Бондик совсем не получил. Хэппи получает гранату, но тоже всего лишь 15% теряет игрок команды Envius, поэтому не страшно. Маркелов играет, как всегда, на зигзаге. Один человек у нас под Б. И, кстати, даже не под Б, а Шарр решил сыграть агрессивно и нагло. И он тут абсолютно прав. Однако важно теперь Маркелову не умирать. Прилетает коктейль молотого Шара, остается почему-то в подвале, не рискует. Хотя нужно было пушить дальше. Выход на Апленд. Бондик забирает Апекса, но больше на Апленде никого нету. И очень хорошая позиция у нас у Дэвила, который нашел человека на хэлпе. Дэвил занимает нас окно, старается обойти соперника. Сфрейд минус Блэйд. Погибает Ролдидит, откидывает четкие гранаты Дэвил. Маркелов делает размен. Выходит Шара через коннектор, но поздно. Минус Егор Маркелов. 10-9 команды Envius выходят вперед и выживают 3 человека. Но 3 это хорошо. Можно давать дропы, можно терять деньги. Если все-таки команда Flipside сейчас соберется, возьмет в ответ 10-й раунд, сравняется, но за счет уже сильной экономики, скорее всего, выйдет снова вперед. Ну и на скилле, в общем-то, я бы так сказал, что Envius берут этот раунд индивидуально очень хорошо. И отыграли игроки атаки, когда была установлена бомба. Там классный выпад был от NBK под флешечку. Ну все четко. И сейчас мы видим, довольно-таки интересно, смотри, они под степом, без гранат, пытаются уже зайти на точку. А полетела одна граната от NBK и сейчас будет выход. Бондик у нас не временно на дефолте. Апекс старается проявить позиции. Команда Flipside завтыкала. Они дали Апексу возможность прорваться очень серьезно на плент. В итоге этот человек спреет и делает трипл килл буквально за 2 секунды. Марик вместе Шара. Остаются вдвоем против пятерых. Хэппи находит Шара на точке B. Чекает комнату. Там Егор. В итоге Егор спалил точку. Нужно теперь грамотно стараться отойти и все-таки попытаться засейвить свой девайс. Откидывает флешки на центре и погибает от Кенниса. 11-9. Команда Envys берет еще один раунд. И что самое страшное, ломает экономику команде Flipside. У парней теперь нет денег. WorldEdit покупает P250. Это значит, что у него не будет в следующем раунде АВП. И возможно Flipside будут делать 2 эко подряд. Ну и вот видишь, я только начал восхищаться тем, как Flipside очень неплохо играет против Envys. Envys тут же на девайсных раундах демонстрирует отличную игру в атаке. На своих бай-раундах они берут просто 100 из 100. Фактически, ну, естественно, было 2 раунда, 2 взяли. Я имею в виду, что реализация 100%. И тут у нас Маркелов сделал выпад в миддл. И тут Flipside вообще в целом, видимо, была какая-то задумка по выпаду в миддл. Но она провалилась. Отличная работа от французов. Сейчас они, скорее всего, заберут 12-й раунд. Мы видим, что Bondic и WorldEdit растянуты по карте. Тут, естественно, особо без надежды. Ну и вот отметил бы я, да, опять же, вот здесь играет разница в скилле. В таких ситуациях, когда ты вроде как сильнее своего оппонента, но в какой-то момент упускаешь инициативу, и потом нужно брать важнейшие раунды, ты начинаешь демонстрировать все свое умение в Counter-Strike, которое есть, и, соответственно, отыгрывать по максимуму в тех или иных ситуациях. И уже даже тактика твоего соперника не работает. Но, опять же, например, я бы рекомендовал скачать демки флипсайдов конкретно на Мираже, посмотреть, как нужно играть против агрессивных байраундов force-баев от Envias. То есть как расположены игроки, как оборонялась точка B. Это крайне интересный момент. И, по крайней мере, скажем так, вы можете почерпнуть полезную информацию с демки Flipside Tactics. Но это, опять же, кому интересно, а кто поставил скины и сейчас, наверное, стучит, горит, кричит «Не надо мне интрига, давайте выигрывайте, где ДДОС» и так далее. 9-12 в пользу Team Envias, байраунд у Flipside Tactics. Эммочки решили купить Flipside, первая армора и вторая блейда на дни дефузной команды Егора Маркелова. Ну и теперь Апекс с ВП. Это он респаун решил, скорее всего, да, реализовать. Да, возвращается с авиком, уходит ближе к террасскому респауну, ну и, скорее всего, поменяется оружием с Кеннисом. Тем временем, вроде как на Аплэн пойдут парни с команды Envias. НБК уже вычислил нужный для себя кафель и, скажем так, собирается откидывать смок. И, скорее всего, этот смок упадет или на борт, или под как раз-таки Бондика. И, соответственно, Бондик просто ничего не будет видеть. Может быть, команда Envias собирается пушить хилпу. Да, вот он смок под Бондика, соответственно, Бондика просто убрали и он бесполезен. Ну и теперь в хилпу можно атаковать, делать свои киллы. Однако Блейд играет неплохо на позиции Плэнта и делает минус. Хэппи находит WorldEdit, тем временем на коннекторе Бондик из-под ковров. Спрейт почему-то не проверил Кеннис до конца эту позицию. Бомба выпала на дефолте. Неплохо отыгрывает в любом случае команда Flipside Tactics благодаря Андрею Блейду. Откидка гранат. Хэппи тем временем заходит в спину компонентом, видит двоих, оцеливает одного, стреляется со вторым. От знатный спрейт Хэппи, но он делает два минуса. Маркелов по итогу один против двоих. Сэмкой чекает Хэппи. И вот он Хэппи, который играет в доту и который мало тренируется в Counter-Strike. Браво, четыре минуса. 13-9 в пользу команды Team Envias. Ну и Flipside, конечно, упустили, упустили. В этом раунде у них была инициатива и по позициям все было неплохо. И по инициативе, но в какой-то момент индивидуальная игра одного игрока, вы сами все видели. Хэппи отлично поработал. И в конечном итоге 9-13. На Мираже первая карта сегодняшнего дня. Мы видим, что Team Envias демонстрирует отличную атаку, несмотря на то, что проиграли пистолетный раунд. Сейчас уже Апекс выходит на точку А, делает два минуса. Блейд, Блейд, Блейд умирает. Апекс также делает минус Блейд. Маркелов с шарой остается с двумя пистолетами. Но, естественно, здесь уже крайне сложно будет что-либо придумать. Хэппи находит шару. Маркелов с деглом пытается вычислить в медле. И в конечном итоге мы видим, что загоняют Маркелова с двух сторон. Для Team Envias 14-9. Ну и для Flipside Tactics без права на ошибку. Уже пять раундов подряд они отдали девайсных. И мы видим, что французы, судя по всему, сейчас заберут ничеечку. И все. Ну, последний шанс, скажем так, для команды Flipside. Если сейчас не затащат, тогда действительно и 15-й, и 16-й раунд, судя по всему, возьмут парни с команды Envias на карте DemiRash. WorldEdit пока что в окне с АВП погибает от Апекса. И снова решил реализовать свой респаун. Не снайпер, далеко не снайпер команды Envias. И у него все получилось. Возвращается к своему тиммейту Кеннису и готов поменяться с ним оружием. Вот он дроп, передроп. Парни готовы атаковать точку Б, но на Б-планете Шара вместе с Маркеловым. Кстати, вот такие вот дропы девайсов, их, конечно же, слышат игроки защиты, поэтому дропать не всегда стоит как раз-таки вблизи одного из плентов. Ну и выход на точку. Шара погибает, Маркелов делает размен, но умирает моментально от NBK. Тем временем приходит Андрей Блейд, но они уже в меньшинстве коктейль Молотова. Блейд ушел на сейв, Бондик сейвит. Это 15-й раунд для команды Envias. Ну, как-то уж очень легко. Я вот только что стримил сам, тоже на Дасте выигрывал. И в какой-то момент нас тоже поломали и подряд взяли серию. Тут то же самое. Какой-то день камбэков. Просто три. Ну, классно смотрелось сливсайды, все было четенько, здорово. И потом, бац, трац, пять подряд, уже шесть подряд. Как-то без шансов, да? И вообще, да, как-то, ну, как будто что-то изменилось. Там, не знаю, мамка позвонила, она поняла. Заставила уроки делать. Ну, и начал сразу потеть, судя по всему. Жарко стало в помещении, естественно, поднялась температура. И в конечном итоге проигралась пять раундов подряд. Ну, жаль, жаль. На самом деле, хотелось бы все-таки больше интриги. Ну, посмотрим, что у нас, кстати, по картам. Ты не помнишь, какая там вторая карта? Очень интересно посмотреть. Кобблстоун. Вторая карта Кобблстоун. И вот на этой карте, я, кстати, думал, что флипсайды должны победить сегодня в своей какой-то мини-аналитике. Чего отталкивался от того, что Энвиасы проиграли Виртусам, и вроде как Коббл хорошая карта. И плюс Энвиасы вчера плохой результат показали. Но вот на карте Мираж, в принципе, у флипсайдов тоже были хорошие шансы. И до игры, и непосредственно в игре. Но в какой-то момент снова наступил перелом, и команда Энвиас лидирует. Теперь уж счетом 15-9. Ну, деньги вроде как есть. Есть первые арморы, Эмки и АВП от World Edita. Постарался он постреляться с окном. Не стал оставаться на позиции. Уходит в коннектор. Ну, и теперь здесь агрессивно старается реализовать свой авик. Промахивается по кеннису. Слишком рано начинает стрелять. Ну, и все выживают. И теперь позиция World Edita всем ясна. Ну, и мы видим, что Блэйд ему играет на хелпе. Это, в принципе, хорошо. Даже если спали от World Edita, тут же будет кому разменять. Маркелов это время также еще и закрывает все это дело с другой стороны. Зига. Бондик играет на Делбана. Отдал точку А. И как раз он делает минус хэппи. Ну, и Энвест находится в большинстве. А в Зиге, по-моему, пытается уже выйти на точку Б. Девилл при этом залазит в окно. Блэйд и World Edita по-прежнему играют возле коннектора. НБК чекает близлежащие позиции на точке Б. Тем временем пошили неплохо Бондика и Блэйда. Просели ребят по хп. Ну, и если на Б пойдутся Энвест, то, в принципе, Маркелов и Шара должны справляться. Но Девилл как же четко играет. У этого парня огромное количество фрагов уже. Бондик, World Edita и Блэйд остаются втроем против троих. Но по хп проблемы Бонди красный. World Edita приходит с Айвиком, прилетает флешка в библиотеку. World Edita мажет такие элементарные вещи. Непонятно как. За атаку отлично отыгрывал и убивал Кенниса. А теперь на ровном месте просто не аимит с АВП. Апекс готов откидывать моменталочку второй кнопкой. Выходит на задний, оцелевает моментально Бондика. Остается последний World Edita с АВП. У него 30%. Старается хоть как-то нашивать, реализовать свою винтовочку. Но, по-моему, бесполезно. World Edita погибает и карта уходит в копилку команды Envias, дорогие зрители. Для вас его комментирует Алексей Хомалецкий и Арсений Синий Треноженко. Не переключайтесь. ГГшечка. Да, Cobblestone, следующая карта. Совсем скоро. Три очка заработали Envias. Без очков, естественно, остаются флипсайды. Но постарается сейчас набрать на следующей карте Cobblestone. Субтитры сделал DimaTorzok